Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы находитесь на волнах Радио Говорит Саров. Меня зовут Антон Андреев. Постепенно Великий пост перевалил за середину и совсем скоро мы будем встречать очень радостный светлый праздник Пасхи. Немного о посте и том, что значит Пасха для православных христиан. Мы сегодня поговорим с моим гостем, благочином Саровского округа, протои Рим, отцом Александром Долбуновым. Отец Александр, здравствуйте! Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! Дорогие серовчане, с Великим Постом вас! Отец Александр, вот задам вопрос, не совсем, наверное, привычный и обычный. Скажите, а как у священнослужителя проходит пост? Насколько тяжелое это время? Насколько ваша жизнь меняется в этот период? Для священнослужителя время поста, ну, во-первых, как и для христианина в целом, это время особой молитвы, время воздержания, время внутренней работы над собой. А как для священника, чем он может быть труден, но в то же время интересен, что в это время ты более плотно общаешься с прихожанами, которые, как бы открывая тебе свое сердце, свое помышление, ты помогаешь им преодолевать те или иные трудности, даже житейские. Ну, в том числе небольшой подвиг поста, потому что все равно это воздержание, все равно это какой-то отказ от каких-то или моментов усиления, или от той же приятного вкушения той или иной пищи, которую ты в другое время года как бы любил вкушать. То есть это время определенного такого воздержания, но вот если ты как священник можешь своим посолам, то есть своей пасте, прихожанам доказать, показать, наипаче, наверное, своим примером должно быть, что это время не скорби, время не уныния, а время духовной радости и духовного чечения, то в этом твоя заслуга как священника, как пастыря. Показать, что время поста это время благоприятное. И как говорили святые отцы, время поста это духовная весна. Для нас всех весна это очень радостное время года, поэтому здесь просто это время духовной весны. Скажите, пожалуйста, а с чем вообще люди, прихожане, просто верующие христиане приходят к батюшке, но не нарушая тайной исповеди? Какие вопросы вам приходится решать? В чем помогать? Где наставлять? Мы решать, наверное, вопрос не решаем. Вот отдать совет, здесь можно сравнить священника как с врачом. И на сегодняшний день каждый человек, который живет на земле, он имеет те или иные духовные или недуги, духовную ту или иную немощь или душевную какую-то. Есть вопросы семейные, есть вопросы житейские, которые он тоже, то есть человек, приходящий к священнику, желает не только как бы рассказать, он желает получить тот или иной совет, ту или иную помощь. Плюс он еще здесь как бы может получить духовную поддержку, духовное лечение, духовное лекарство в виде молитвы. И вот порой человек, приходя к священнику, он приходит за молитвой, потому что молитва священника, она намного сильнее молитвы обычного мирянина. Поэтому приходящий к священнику человек, он, и делясь своими вот этими проблемами, он надеется получить эту помощь через молитву. Потому что, особенно те прихожане, которых уже священник знает, если к нему обращаются, то есть тем или иным вопросом, с той или иной просьбой, проблемой, то священник невольно уже внутри себя молится за этого человека. И уже в каждой своей молитве священнической он этого человека поминает, он просит у Бога мысленно или вслух о решении той или проблемы. То есть такой заступник? А священник он есть, он обязан, да, он нести, как бы, он, ну, как бы, священник-пастырь. Пастырь – это пастух, овцы, там, ну, это такой образ, какой он применяется в нашем там моменте церковном. То есть, да, пастух защищает своих овец от волков, от того, чтобы они не убежали на сторону, чтобы они не разбрелись, чтобы они были в одном стаде. Священник – это пастырь, который должен полагать душу свою за своих посолных. А помощники у священника есть? Конечно, ну, если вы имеете в виду вообще в церковной ограде, если институт, то, да, там, священнослужители, там есть священник, есть дьякон, который помогает при богослужении, есть люди, которые непосредственно помогают при богослужении, в алтаре там подают те или иные необходимые предметы для того, чтобы богослужение совершилось. Есть хор, который поёт для того, чтобы прихожане, пришедшие в храм, слышали вот это благуханное пение, чтобы они вместе, зная те или иные слова, молитвы, могли с ними также участвовать в том или ином богослужении. Ну, а в целом у священника, как бы, даже те же прихожане, они помощники. Когда священник собирает вокруг себя на молитву прихожан или сами собирается на те или иные богослужения, все составляют единое общество, церковь. И вот это и есть священник, а вокруг него помощники, которые в этом моменте помогают священнику молиться за то или иное. Скажите, а у нас сырые крепкие приходы? Я считаю, что да. В Сарове крепкие приходы, хорошие такие, уже с определенными, я не скажу, что костяком прихожан, но есть люди, которые уже на протяжении многих лет, например, составляют приход в храмы всех святых. Ну, он самый первый, на свой поле 20 лет открытый. Есть люди, которые на сегодняшний день любят ходить в храмы, и она предтечь. Может быть, им просто там удобнее по месту расположения. Также очень хороший приход у нас больничного храма, великомущика Пантелеймона. Очень такой крепкий, хоть храм у нас небольшой, но на самом деле там очень такой семейный приход. И вот недавно создался приход храма в честь его многострадального кладбища. Тоже в главе со своими строителями, отцом любом тоже. Я считаю, что очень такой крепкий, хороший приход образуется. – Отец Александр, а вот смотрите, а бывает так, что проблемы, с которыми приходят прихожане, они самого священника стоят в тупик? Вы не знаете, что делать? И что можно посоветовать? – Да, естественно. Есть такие вопросы, которые священник по своей человеческой силе не вправе ответить на этот вопрос, не вправе даже помочь. Что он делает в этот момент? Он должен возложить свою, как бы вот эту, потому что он не может не ответить. Он должен ответить, хотя бы не сегодня, и не обязательно словами. Он должен ответить молитвой. То есть он должен вознести молитву Богу, чтобы Господь его вразумил, наставил, как ему поступить и как ему ответить на тот или иной вопрос. То есть священник, по большому счёту, даже не должен полагаться на свои силы, на свои знания. Он должен полагаться на помощь свыше, на помощь Бога, от Бога. Потому что священник – это служитель Бога. То есть и вот здесь непосредственно священник обращается к Богу с просьбой о помощи этому человеку, который пришёл к нему и который поставил, как вы говорите, в какое-то затруднительное положение, и сам священник не может ответить ему на тот или иной вопрос. Ну, например, приходят женщины или мужчины, у меня очень тяжёлое семейное положение. Я бы хотел развестись, например, с своей женой или с своим мужем. Как мне поступить? Ну, как священник я не имею права сказать «да, разводись». Я должен помолиться, я должен этого человека сказать. И ты давай усилий свою молитву. Давай какое-то определённое на себя возьми небольшое молитвенное правило. Определённое время молись. А как Господь дальше управит, так и будешь поступать. То есть, я не могу, как священник, взять на себя ответственность и сказать «разводись» или «не разводись». Хотя, по большому счёту, лучше сказать «не разводись», чем «разводись». А священник, он должен разделять бремя с человеком, который к нему пришёл? Или это не совсем правильный термин? Я считаю, что правильно. Я считаю, что правильно. Если, ну как же, например, к священнику пришёл человек, и он кается в тех или иных грехах. То есть, священник невольно через себя пропускает это. То есть, он возлагает на себя то или иное бремя. Он берёт на себя ответственность, например. То есть, священнику дана власть – прощать или не прощать. То есть, по большому счёту, исповедь идёт перед Богом, но через священника. И священнику дана власть, как через апостола Петра, вязать и решить. То есть, разрешать или не разрешать. А то, что, например, если какое-то горе у человека, конечно, мы собрались, сопереживаем. А если радость, мы этой радостью тоже живём. И радуемся за этого человека, который пришёл поделиться с нами этой радостью. Птица Александровна, задайте последний вопрос для этой вводной части. Скажите, а сами у батюшки они кому исповедуются, и кто их? Сами священнослужители исповедуются друг перед другом. То есть, священник имеет право исповедовать и исповедоваться перед другим священником. Не обязательно вышестоящим? Нет. Нет. То есть, такого правила нет. Мы исповедуемся друг по другу. Есть у определённых священников свои духовники. Есть те, которые исповедуются, например, священник, который с ним служит. Рядом находятся по приходу, например, в соседнем приходе. Ну, в общем, у нас такая... Всё по-житейски, по-своему. Нет, по-житейски, по-своему, но тоже это всё остаётся, опять же, таинством исповедей, не разглашанием. Отец Александр, давайте перейдём к нашей основной теме эфира. Приближается последняя неделя Великого Поста. Скажите, пожалуйста, что это вообще за время, чем оно отличается от общей части поста и какие, может быть, дополнительные ограничения на человека налагаются в этот период? Ну, во-первых, последняя неделя перед уже Светлым Христовым Сказанием Пасхой она называется Страстная Седмица. Это как бы отдельный пост. Их два поста. Вот в этом Великом Посте, как мы, образно говоря, по-народному называем, два поста. Первый пост – это Святая Четыридесятница, то есть первые 40 дней. И вторая часть поста – это Страстная Седмица. Чем она отличается от обычного, от обычных 40 дней? Ну, первые 40 дней, в которых мы сейчас находимся, как бы, это те дни воспоминания того поста, которым постился сам Христос перед вступлением на свое общественное служение. И в образ этого поста Святая Церковь предлагает каждому человеку верующему пройти свой пост, пройти через воздержание от пищи, от питья, от воздержания от увеселительных мероприятий, от воздержания даже в супружеской жизни в это время, от воздержания своих, как бы, и помыслов, и злых дел. Ну, злые дела в общении всегда греховы. Не приветствуются. Далеко не приветствуются. То есть это особое время работы над собой. И я бы даже сказал, работая над ошибками. Вот за год мы совершаем столько ошибок, а в это время поста нам дает в это время поработать над собой. Маленько очистить свою душу, приблизить ее к состоянию, образно говоря, первозданного, или состоянию тому, в котором она вышла после Таинства Крещения. То есть Таинство Покаяния – это второе Крещение. Крещение покаянием, Крещение слезами сознания своей греховности, своих частых падений, своих каких-либо невоздержаний, злых дел или помыслов, или слов, и все остальное. То есть работаем над собой, очищаем свой внутренний мир. И это время, когда вступаешь в пост, прежде всего перед постом, мы знаем, что есть Прощенное Воскресенье. Это как бы оно говорит, ну вот это образно Прощенное Воскресенье. Мы просим прощения. А для чего мы просим прощения друг у друга? Мы, в принципе, должны просить прощения каждый день. Если обидели кого-то, там еще что-то. Это тяжело. Это тяжело. Но, понимаете, если мы формально отнесемся к тому же Прощенному Воскресенью и попросим лишь бы попросить, то это тоже неправильно. Смысл этого Прощенного Воскресенья? Смысл этого прощения зачем? Потому что Господь сказал, если ты не простишь человека, твоего обидчика, то и я тебя не прощу. А в Великом Посте, в любом Посте, мы очень часто приступаем к Таинству покаяния. А в особенном Великий Посте, Таинство покаяния, Таинство исповеди является основным моментом этого Поста. И если мы не простили человека в Прощенном Воскресенье или до этого, то мы не можем просить прощения у Бога за свои грехи. Он нам может не простить. Очищаем сначала от вражды и злобы свое сердце на экономе Поста и переходим в Пост уже. И во время Поста просим у Бога очистить свое сердце, свою душу уже от своих грехов. И таким образом, человек очищается через покаяние и приобщение святых Христовых Таин. Это как бы первая часть вот этого Великого Поста. Большая, основная. Вторая часть, она небольшая. Это Страстная Седмица, непосредственно предваряющая праздник Пасхи. Это время, когда мы вспоминаем последние дни Спасителя нашего Иисуса Христа. Вспоминаем это и момент его горячей молитвы в Гефсиманском саду. Вспоминаем его предательство одним из его 12 апостолов, учеников Иуда Искариотского. Вспоминаем его по-человечески страдания, предательства, заушения, там оплевания, вообще просто поношения. Вспоминаем крестную смерть, страшную. В то время она была позорная, ужасная. Вспоминаем его положение во гроб. Вспоминаем, как были представлены воины, как все ученики разбежались ради страха иудейского. Вспоминаем отречение апостолов Петра. Три раза. Да, потом через это покаяние слезы, на которые он плакал. И как говорится в предании, что на протяжении всей своей оставшейся жизни, когда пел петух, он вспоминал свое отречение и всегда горько плакал. То есть, это страстная седмица, воспоминания последних дней Бога Человека, Спасителя нашего Иисуса Христа. А для чего это необходимо? Вспоминать человеку? Для чего это необходимо вспоминать человеку? Ну, если мы не будем это вспоминать, то и праздник Святой Пасхи, он для нас не будет таким радостным и светлым. Для чего нам его вспоминать? А для того, чтобы мы должны осознать, что он, прежде чем показать себя в полной мере Богом, как он воскрес, он показал нам, как он прошел все человеческие страдания. Как он прошел предательство близких людей, как он прошел унижение, как он прошел избиение в саму крестную смерть, чтобы человек понимал, что в жизни здесь не все просто. Если его Спаситель, Создатель прошел через это, то ты, человек, должен тоже нести свой крест здесь, на земле. Ты должен также терпеть. Ты должен также прощать обидчиков. Господь же прощал своих разбойников, которые его били, распинали. Так и мы вспоминаем для того, чтобы понимать, какая была эта спасительная жертва, чтобы спасти род человеческий, какая она была тяжелая, какая она была по-человечески, наверное, невыносимая, и осознавая это, еще более духовно утверждаться в своем высоком звании христианина. Скажите, пожалуйста, как это отражается на церковных богослужениях? Да, как бы в этот период, он особенно такой умилительный, в это время в храмах ежедневно совершается утреннее и вечернее богослужение, они как бы в каждодневном таком понимании совершаются. Здесь как бы они, а более располагают человека вот к тому, как мы уже с вами поговорили, тем вспомнить те дни последние Спасителя. То есть, как он молился, как он страдал, как он все делал. То есть, это в песнопениях, в мультфословиях, это все пропивается, прочитывается, и как бы на слух человеку это все налагается. И он через слух пропускает через свою душу. Например, первые три дня совершается богослужение, там прежде священных даров, когда вот как бы тоже последние такие литургии, которые только в Великом посту совершаются. Четверг, это уже день, когда вспоминается Тайная Вечеря. Это когда сам Христос умыл ноги своим ученикам, показал пример смирения. Потом как бы преломил хлеб, раздав ученикам, и вино дал, сказал, что в будущем, после меня вы будете это делать. И таким образом образовал таинство Евхаристии, таинство причастия, которую мы на сегодняшний день постоянно пользуемся в своих богослужениях. Таинство Евхаристии – литургия, без которой невозможен суточный круг богослужений. А причащают к чему? Ну, таинство причастия. Да. Слово причастия что обозначает? Делают частью чего-то. Причастие единого тела и крови Христа. Причащаемся телой и крови Христовой. То есть, в Таинстве Евхаристии происходит при осуществлении хлеба и вина в тело и крови Христа Спасителя. И, как бы, вот этот день, в четверг вспоминают таинство, очень много приходят прихожан, мирян именно к этому таинству причастия. То есть, в это время, в четверг, именно в Страстной Седмице, храмы переполнены во всех городах, и областях, и селах нашей, в том числе и нашей православной страны. Ну, в пятницу мы уже вспоминаем саму крестную смерть Христа Спасителя. В это время вообще налагается на христианина строгий пост. Многие не вкушают всю пятницу, многие даже и субботу стараются сдержаться от вкушения пищи. То есть, вспоминают самые последние моменты уже минутки жизни, и само вот это лежащее бездыханное тело Христа Спасителя. Вот, то есть, а в субботу есть даже такой момент песнопения, когда вспевается, да молчит всякая плоть человечая, то есть, в это, которая не может, даже ангелы не могли взирать на то, как лежит бездыханное тело Создателя и Творца Бога. То есть, это такие самые строгие дни. То есть, Страстная Седмица, воспоминание Страстей Христов, строгая, такая молитвенно-умиленная, неделя, которая готовит нас вот именно к этому великому событию, как бы мы вновь все переживаем и страдания, и смерть, и поношение, и возлежание во гробе, но и готовим себя к великому торжеству, зная, что Христос воскрес, и нам откроет дверь и раю. То есть, получается, что пост, и особенно Страстная Седмица, это грустное время? Нет. Еще раз говорю, пост – это хорошее время, время благодатное для нашей души. Время покаяния, время очищения. Душа это хочет. Мы же тело каждый день кормим, поим, а души очень часто забываем. А она у нас есть. Ничего мы тут не сделаем. Человек, он, если мы сейчас, конечно, пойдем вдумайтесь в богословские моменты, мы далеко уйдем. Он трех составе. Душа, дух, тело. Поэтому здесь нам необходимо думать о духовности, о душе нашей. И да, немножко вспоминание страстей, Страстная Седмица на нас должна наложить. Особый момент того, чтобы мы здесь, конечно, себе не позволили лишним никаких вспоминать, то, что, образно говоря, когда выносим плащаницу, перед нами лежит бездыханное тело Христа, а мы пойдем потом в кабак, еще что-то сделать. Это, конечно, недопустимые вещи. Это не значит, что все равно... Уныния, отчаяния и какого-то такой скорби нет. Да, вспоминаем, да, сознаем, да, внутренне. Признаем, что и мы виноваты в этом. Но Господь нас ради пострадал, поэтому... То есть, словно зыркать на тех, кто радуется, христианин не имеет права во время поста. Да вы что, нет, конечно. Нет, никакого суждения не должно быть. Наоборот, мы можем все переживать, сожалеть, что этот человек радуется, что происходит там у других какие-то. Ни в коем случае никакого осуждения не должно быть. Если мы сами мясо не едим, осуждаем тех, которые едят мясо, да грош нам цена. Такой пост никому не нужен. Прежде всего, нам сами. То есть, получается, если для тебя пост это только отказ от мясной пищи и молочной, то лучше даже не заморачиваться. Это диета. Это диета. Диета или голодание. Ни больше, ни меньше. Скажите, Павел, статист Александр, а во время поста Страстной Седмицы батюшки обращаются с каким-то напутственным словом, объяснением каких-то моментов? А священник вообще каждой службы должен объяснять. И евангельское повествование, которое читается. И просто выходить с нравственными поучениями. Обязательно. И рассказываем про, что такое пост, как нужно себя вести в посту, естественно. Какие молитвы читаются в посту? Какие человек должен нести? Небольшие какие-то обременения для себя? Естественно. Скажите, а вот у вас, как у священника, есть какие-то любимые библейские истории, которые вы часто любите вспоминать? Ну, пускай даже не в разговоре с прихожанами, а для себя. Вообще, как бы, библия, она очень интересна. Она очень многогранна. И любимых историй, я бы сказал, что они все особенно новозаветные. От рождения Христа до воскрешения. Вот. Ну, и, как бы, очень интересные библейские сюжеты о, как бы, предании своими братьями Иосифа, когда из 12 колен Израилев одного брата предали. Это был прообраз того, что предадут Христа спасители. Один из 12 священников. Очень интересная библейская история о, когда Моисей выводил израильский народ из Египта. Самый живописный, наверное, в себе. Да, поэтому... Ну, он такой тоже, как бы, и праздник Святой Пасхи сегодня, он, как бы, являлся прообразом... То есть, прообраз Пасхи еврейской, я вывелся прообразом Пасхи сегодняшнего. Почему оно интересен? Вот. Это был праздник еврейской Пасхи. Знаете, что значит? Нет. Это вот как раз исход Израиля. Из Египта праздновали. То есть, их спасение, да? А мы сегодня празднуем спасение наше от рабства дьявольского, от рабства того, в котором, как бы, человечество находилось до пришествия Христа в мир. То есть, это преемственный праздник? Не преемственный, а ветхий праздник Святой Пасхи был прообразом новозаветной Пасхи. Я бы не сказал, что это преемственность. Но смысл часто перекликается. Ну, ветхий завет, он же начало, а новые заветы – продолжение. То есть, это человечество, это история человечества. Вот она до Христа, а вот она после Христа. Что было до Христа, и что изменило Христос своим пришествием. Те же законы, они были немножко поменены. Если было закон ока за ока, зуб за зуб, то Господь говорил, а щек, кто тебя ударил в одну щеку, поставь другую щеку. То есть, здесь было возмездие, а здесь все прощения. А как, кстати, это стоит понимать? Ну, это же образ, да, тебя там в одну щеке треснули, а ты другую подставь. А если ножик у человека в руке? Ну, вот смотрите, это тоже дальше далеко ходить не надо. Как Христос поступил? Он же простил тех, которые в руке в спинале. Ну, это тяжело, чисто по-человечески. Наверное, это заповедь одна из самых совершенных, которую должен человек, уже христианин, в более совершенном моменте достигать. Тебе сказали обидные слова. Ты промолчи лучше, чем ответить два вместо одного. Вот ты уже выполнил заповедь Христа. Ну, если только не промолчал и не обозлился сам. Да, 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 конечно. То есть, это вот, если ты внутренне это принял и подставил ему вторую щеку внутренне, там, образно говоря, промолчал и сказал, да бог с тобой. Ты там обзываешься, там осуждаешь или там ругаешь меня, ну, бог тебе судье. Если за дело, да, я терплю за дело. Если без дела, еще больше награды будет, что ты потерпел. Вот и все. Отец Александр, мы вплотную подошли к теме Пасхи. Скажите, пожалуйста, сейчас уже началась подготовка к этому празднику. И как вообще будет этот день выглядеть, вот, с церковной точки зрения в церкви? Да, я думаю, что мы духовно уже маленько рассказали, как мы готовимся к Святой Пасхе. То в храмах уже, да, проходятся подготовительные такие мероприятия. Но не бытовые. Это уборка храма, уборка территорий, подготовка к приобретению какой-то пасхальной продукции, пасхальных сувениров для того, чтобы христосоваться, радоваться этой пасхальной радости своими ближними. Сам праздник Пасхи будет проходить очень красиво, как каждогодно проходит. Во всех храмах будут совершаться ночные богослужения. Это все ночные, да? Ночные богослужения, да. Почему это особый вид службы? Он называется все ночные, потому что раньше проходило как бы всю ночь. Это даже в круглый год, особенно в монастырях. А это будет ночное богослужение, которое начнется по-разному, где в 11, где в полдвенадцатого ночи, в зависимости, кто где-то подольше читает, там что-то. И сам в 12 часов ночи крестный ход пасхальный, который будет сопровождаться таким ангельским пением воскресения той Христи Спаси, ангели поют на небесе. Проходим крестный ход и, заходя в храм, в притворе храма, священник возглашает первые слова и запевает Христос Воскресе. И в это время сердца человеческие наполняются особой радостью. Вот зажигаются все светильники, которые есть в храмах, открываются царские двери, а царские двери – это прообраз царской врата. Это отделяют землю, земное от небесного. То есть, как будет символически праздник Пасхи, открываются царские врата, открывается небо для всех желающих. И на протяжении первой недели эти царские врата, они не закрываются. То есть, земля как бы соединяется с небом, и все люди, которые приходят в это время в храм, они видят все полностью, что совершается в алтаре. Это единственный период, да? Да, единственный период, когда алтарь не закрывается, то есть, царские двери, они закрываются во время, в любой момент богослужения. А мужчины могут туда пройти или нет? Через царские врата вообще не может никто пройти, кроме священнослужителей. Но по особому благословению, через боковые врата, где мужчина допускается. Только по особому благословению священнослужителей. Скажите, вот эта ночная служба, она самая длинная вообще? Нет. Нет? Нет. Она довольно-таки короткая, довольно-таки такая праздничная, радость, она проходит на одном дыхании. Ну, порядка трёх часов. А самая долгая служба в православном христианстве какая? Ну, везде по-разному. Понимаете, в монастырях они очень долгие. То есть, таймер там никто не запускает? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это может быть и пять часов, и шесть, и девять часов. На фоне, например, да. По девять часов служба, может быть, даже больше пока проходит. Я слышал, что в монастырях службы вообще ни на секунду не прекращаются. Они так друг друга сменяют постепенно. Ну, есть какие-то перерывы. Надо где-то убрать, привести в порядок. Но они очень полные, да, и наполнены в течение всех суток определённым богослужением. Скажите, а пасхальное утро каким будет? Пасхальное утро? Ну, смотрите, как бы у нас, у тех людей, которые традиционно уже в этом как бы находимся, заканчивается богослужение, так как был пост длительный, воздерживались от пищи, естественно, садятся за праздничный стол, семейный праздничный стол. Вот. Ну, кушают пищу, потом ложатся отдыхать, утром просыпаются и уже с радостными, весёлыми глазами и сердцем идут делиться этой радостью своими близкими. По гостям ходят люди там, дарят яйца крашенные, куличи. Вот. И так всю неделю можно. А в церкви праздничная служба вот именно в утро Пасхи будет? С куличами, с песнями? Вот смотрите, с куличами, с песнями. Вот священник, один священник, он может совершить только одну литургию в сутки. Если у нас практически на каждом приходе по одному священнику. То есть, если он ночью отслужил, он утром уже служить не может в литургии. Это ограничение церковное? Да, это канон такой церковный. То есть, священник не может право совершать две литургии за одни сутки. Да, это такие канонические правила. Их никто не отменяет и не отменял. Их изменить нельзя. А почему так? Ну, это особо канонические правила, которые, я не думаю, что сегодня в эфире мы сможем их разобрать. Вот. Но так, если есть два священника, то да, вот, например, в храме здесь у нас в Сарове будет совершаться, в храме Ильи Пророка будет совершаться дневная служба. Восемь и девять начнется, я сейчас точно не скажу. Вот. То есть, где два священника есть возможные, то там будет совершаться вторая литургия. То есть, днём. Если нет такой возможности, то, как многие храмы делают, утром приходит священник, служатся пасхальные часы, приходят детки, которые могут также причаститься, оставляет кровь Христова. И да, мы дарим шоколадочки, какие-то конфетки, яички, куличики. Да, пожалуйста, это всё. У нас и приветствуются, и радость, но мы этим пользуемся. Радостное настроение у всех. А когда просто уже душа поёт, ты уже просто кричишь «Христово с воскресе!» там уже, тебе небо отвечает воистине. Одесса Александровна, а можно Пасху назвать главным христианским праздником или нет? Естественно. То есть, это главный христианский праздник? Праздник в праздник и торжество из торжеств. Это основа церковной жизни. Это основа церковного календаря. Это самый главный. То есть, есть 12 двундесятых великих праздников, а над ними центральный праздник Пасхи. Самый главный. То есть, мы в полутора неделях от главного события в жизни православного человека. Однозначно. Как сказал апостол Павел, если Христос не воскрес, а мы же в праздник Пасхи вспоминаем воскресение Христа, то значит, праздная моя вера. То есть, я бесполезно верю. Ни во что верю. То есть, праздник воскресения Христова – основной догмат всего православного сознания. Отец Александр, вот смотрите, мы сейчас поговорили про пост. Да, это время, когда необходимо что-то вспомнить, поработать над собой. А Пасха, вот что это за праздник? Это праздник воскресения, торжества жизни над смертью. Да. Вы имеете в бытовом смысле это слово. Ну, как бы, всегда приветствуется в течение всего года жизни делать дела милосердия, дела сострадания. А в праздники великие, особенно в праздниках Святой Пасхи, вот это дело милосердия, дело сострадания – это наипаче. То есть, вот ты поделись этой радостью, которая у тебя не вмещается в твоем сердце уже в этот праздник. Что значит поделись? Ты не только ему кричи, там Христос воскрес, ты дай ему, необходимо. Если он наголодает, покорми его, если он там в чем-то нуждается, помоги ему. Покажи ему свою, покажи ему, что ты рада, в это время у тебя открывается сердце для дел милосердия, для любви. Там же Бог есть любовь, Бог есть сострадание. И поэтому не только праздник Пасхи, как бы, наше, восполнить то, что мы потратили со временем поста, накушаться, напиться, там, или еще что-то погулять и повеселиться. Нет, не в этом смысл. Смысл в том, чтобы мы в этот день как можно больше или тех людей, которые под тем или иным причинам не могут получить в полной мере эту радость. Одесса Александровна, Пасха очень древний праздник, и как любое такое событие, оно давно сопровождается множеством традиций. Частично мы о них уже поговорили, это вот пасхальное богослужение. Еще, кстати, вижу, в интернете есть такая вещь, как пасхальное приветствие. Это вот Христос воскресе, о чем мы говорили, да? Это называется христосование. А. Да. Когда встречаются два человека, и вот подходят друг к другу, и один другому вручает яичко, тот тоже отвечает, и говорит, Христос воскресе, и троекратно целуется. Христос воскресе троекратным целованием, как будто это подтверждается, вот эта радость, которую ты сегодня каждого человека приветствуешь. А у батюшки Серафима была всегда Пасха. Он каждого человека приветствовал. Радость моя, Христос воскресе. Потому что у него эта радость наполняла всю его жизнь. Не ограничивал одним днем. Ни в коем случае. И каждый такой человек должен быть, в принципе, у христианина. Должно быть это радость. Каких единиц. Да, однозначно. Ну и какие такие бытовые традиции. Это вот с детства, я уже по себе знаю, что проснулся, глазки протер и побежал яички катать. Красный наберешь там где-то, кто тебе тоже надает. Разный, разных цветов особенно любили набирать. Красненький, синенький, желтенький, зелененький. А вот и вышли, сделали горки какие-то эти. По этим горкам уже катаешь эти яйца. Набиваешь пакеты, а потом, ну ты их все не съешь, конечно. Так, ну так интересно было. Куличи пекли, Пасхи. Вот я по традиции своей семьи вспоминаю. Это вообще последние дни. Вроде такие строгие. Пятница, суббота. А мама печет куличи или делает Пасху. Пасха на ванильный, там аромат идет такой по всему дому. Жаль, голова с у нас ходит. Вот это вот эти особые такие явства, именно пасхальные. Как кулич, покрашенное яйцо и Пасха. Скажите, а вот пасхальный огонь, что это такое? Благодатный огонь. Благодатный огонь это природное такое явление, необъяснимое до сих пор человечеством. Схождение благодатного огня, которое происходит в Великую Субботу. В канун православной Пасхи. Только православной. Это на гробе Господнем. В Иерусалиме. Где-то после полудня, по московскому времени, там все по-разному бывает. Быстро сходит после того, как зашел туда патриарх Иерусалимский. Может он там находиться один час-два, может еще дольше. Но каждый год это чудо происходит. Чудо благодатного огня. Огонь, который первое время не жгет, который не палит. То есть, ему умываются, показывают. О, это необъяснимое чудо, которое показывает, что Пасха православная, истинный Пасха. И праздник Святой Пасхи. Не только радостный, но и настоящий праздник. Скажите, пожалуйста, о крестный пасхальный ход. Вот мы сегодня в новостях сообщили о том, что он как раз состоится там. Для этого проспект мира ненадолго перекроет ночью. Что это такое? Откуда вообще пошла эта традиция? Ну, как бы, к гробу пришли. Жены мира носятся. Это там, которые пришли помазать тело Христа. Там части апостолов. То есть, воспоминания того ночного шествия ко гробу Господню. Ближайших учеников. Про образ нашего сегодня крестного хода. Когда мы идем, тоже в последние минутки, перед тем, как Христос воскрес, мы идем как бы к его гробу. И вот тот гроб отгрызается. Двери храма открываются. И Христа воскресшего мы уже видим. И поем, Христос воскресся. То есть, церковь и люди как бы вот в праздник Пасхи проживают события тех дней. Да, да. Последние минутки. Стараясь вот их как-то воспроизвести, повторить, чтобы это уже это чувство. Последние минутки Страстной Седмицы. Вот это заканчивается как бы Страстная Седмица. Когда уже пришли, мы поклониться, помазать тело Христа Рожжаном и Мироносице. Часть апостолов. И в это время. Скажите, пожалуйста, так колокольный звук пасхальный. Можно будет царой услышать? Конечно. Конечно, обязательно. В те храмы, где есть колокольный, особенно на Свято-Успенской, здесь постоянно будет звон. В течение всей Седмицы, я считаю, что он так. Вот. Должен быть. Обязательно. Я вспоминаю детство, когда я приезжал к бабушке в город на Урале. И меня всегда там удивляло, что там в воскресенье каждое утро раздавался колокольный звон, который разносился по всему городу. Хотя церковь всего одна была. Вот у нас, если честно, как-то даже не доводилось мне слышать о себе в Новом районе. Может быть, из-за того, что город протяжённый? Да, город протяжённый. В Новом районе у нас церкви-то практически нет сейчас. Это у нас какой? Ну, от Московской, где Курчатова. Да? Ну, вот сейчас там рядом с Курчатовой храмом, его многострадальный деревянный, он небольшой храм. И там звонница небольшая. То есть, вы явно не услышите. Но колокольная большая, вот наша Успенская собора, она должна возвещать, в принципе, далеко и всех будить вовремя. А когда звон раздаётся в Страстную Седмицу? Звон? Да, колокольный. А везде по-разному. То есть, вы в каждый день по-разному. В Страстную Седмицу он будет таким грустным, мелодичным. А в праздник Святой Пасхи, начиная с ночи, он будет таким звонким, ярким, радостным. Развещающим. Да. То есть, как... Отец Александр, у меня к вам последний вопрос. Смотрите, Пасха – это всё-таки общий христианский праздник для всех. Скажите, чем наше понимание православных людей отличается от понимания тех же протестантов и католиков? Насколько оно разнится? Ну, во-первых, даже само различие по нашему календарю. Вот, мы, как бы, живём, наша церковь православная живёт по юльянскому календарю. А западный мир живёт уже по григорианскому календарю. И поэтому праздник Пасхи, он исчит, как бы, вычисляется по-разному. Праздник Святой Пасхи по православному, он должен быть обязательно по исчислению, это после весеннего равноденствия, полнолуния, полнолунного стояния. И обязательно должен быть после Иудейской Пасхи, и обязательно воскресный день. У католиков и протестантов, не всех даже протестантов, у них может быть и до Иудейской Пасхи праздник этот, и во время Иудейской Пасхи. В принципе, само внутреннее состояние признания воскресения Христа для всех христиан одинаково. То есть мы все сознаем, что Христос воскрес для всех нас, и всех нас ведёт к Себе своему Божественному Отцу. То есть вот здесь какого-то такого большого разделения, в принципе, празднования Пасхи нет. Естественно, традиции у кого какие. У нас в православном мире они вот так проходят. Так они проявляются в этом крестном ходе, ночном богослужении, недельном вот таком радостном состоянии. То есть всё-таки нас этот праздник объединяет. Их-то принципиальных разногласий нет. А Христос нас объединяет. Это во-первых. У нас разногласия есть в каноническом, догматическом, богослужебном понимании. А в понимании того, что мы христиане, это должно, конечно, только радовать, вести нас к Богу. Ну, это радует, если честно. Отец Александр, у нас осталось несколько минуток. Я дам Вам слово, чтобы Вы могли обратиться к людям, может быть, поздравить с приближающимися праздниками или в чём-то напутствовать. Да, дорогие царапчане, я, конечно, очень бы хотел Вас всех поздравить с наступающим светлым праздником Воскресения Христова, Пасхой Господней. Праздников праздников, торжествуем с торжествами, когда мы с Вами наполняем наши сердца радостью о воскрешенном Бога Человеке, Спасителе нашем. Когда мы открываем сердце навстречу Христу, но и мы должны открыть это своё сердце навстречу нашим дорогим, близким, и не только близким, но и дальним, те, которые находятся рядом или далеко от нас. Поэтому призываю себя и всех нас в канун этого светлого Христова Воскресения быть добрее, быть милосерднее, сострадательнее. И пусть Христос, который вновь и вновь воскрешает для нашего с Вами спасения, воскресила наши души для добра, для любви, для сострадания, для милосердия. И Бог нам в этом в помощь. С наступающим святым праздником! — Уважаемые радиослушатели, на этом время нашего прямого эфира подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с благочинным Саровского округа, Порто-Рим, отцом Александром Толбуновым. Отец Александр, спасибо большое, что согласились прийти. — Слава Божию, храни Господь. — Всего хорошего, до свидания. — До свидания.